Будут вытаскивать. Трансляции, разогревы, микрофоны у судей и тренеров. Это игра в игру. И в этом сезоне любители даже выигрывали у профессионалов. В регионы внедрять подобные лиги явно не планируют. Но что профессионалы думают о самой лиге? Если медиакоманды составляют конкуренцию для второй лиги, это говорит о том, что нам нужно, наверное, работать лучше в плане детского футбола. Мне очень нравится, что у них микрофоны на тренере. И очень хорошо слышно игроков, которые матерятся. Это все-таки смотрят дети. И это огромный минус, я считаю, для этого. Потому что там на каждом матче в мантове. Эмоции на скамейке запасных, стычки игроков, разговоры в раздевалке. Футбол на грани с шоу. Медиалига крута тем, что она сокращает дистанцию между аудиторией и главными действующими лицами, футболистами и тренерами. Это отлично способствует и количеству просмотров. Топовый матч в медиалиге набирает порядка полумиллиона просмотров. Такими цифрами не может похвастаться тот же «Зенит» или «Спартак». И вряд ли всю поднагодную клуба стоит выносить на обзор. Однако сделать работу более открытой вполне. Я думаю, что если клуб хочет идти в ногу со временем, если хочет соответствовать, наверное, всем пожеланиям, всем запросам своей аудитории, то есть своих болельщиков, то без медиагруппы, без современного подхода к освещению футбольного клуба, ну, просто сейчас никак. Каждый футболист – это персонаж, это герой. Клуб – это целая история. И если про это не рассказывать, тогда для кого это все делается. Кстати, в алтайском спортивном сообществе проводят некую параллель между медиафутболом и Лигой Бро, барнаульским турниром. В первом случае акцент на медийность и заработок. Цель местного турнира – помочь футболистам перейти из юношеского футбола во взрослый, профессиональный. Десять игроков из Лиги Бро уже подписали контракты о переходе на профуровень. И все же и любители, и профессионалы признают, что такие лиги дают возможность показать себя и быть замеченными скаутами российских клубов, а может быть и Европы. Современная альтернатива спортшкол. Дмитрий Дроздов, день с толком.